На день мемориальный комплекс, посвященный воинам-дорожникам, превратился в площадку для памятного митинга. Отметить 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне здесь собрались жители городского поселения Кубинка и представители Минтранса России. Транспортная система выдержала сложные испытания войной. Работникам дорожного хозяйства во время Великой Отечественной войны было восстановлено и отремонтировано 100 тысяч километров автомобильных дорог. Кстати, место для проведения торжественной церемонии было выбрано не случайно. Именно здесь, на пересечении Можайского и Минского шоссе, в начале Великой Отечественной войны советские войска сдерживали натиск фашистской армии. В то время на месте установки памятника находился мощный оборонительный узел, который так и остался неприступным для врага. Перед тем, как пройти регулярным частям, надо было восстановить мосты, надо было построить переправы. И делали это незаметные рабочие войны. Делали это воины-дорожники. И этот памятник, а он единственный в стране, посвященный тем незаметным героям войны, без которых не было бы победы. Два раза враг оказывался на трассе Москва-Минск. Германские войска сначала с этого направления двигались на Москву, а потом отступали обратно. И оба раза с ними героически сражались дорожники. После бомбежек они восстанавливали дорожные полотно и мосты, прилагая невероятные усилия. Вдоль трассы, на месте ожесточенных боев, по обеим сторонам расположены захоронения немецких и советских солдат. Архитектором памятника, возведенного в 2002 году, стал Андрей Ковальчук. Его отец во время войны ушел на фронт и воевал именно на этом минском направлении. В частности, в этом месте шли постоянные, так скажем, оборонительные, наступательные операции, когда, с одной стороны, немцы все разрушали, бомбили, чтобы после себя ничего, ну, трудно было восстанавливать. Потом наши советские воины и дорожники это все восстанавливали. И это, конечно, уникально. В течение дня на территории комплекса для гостей работали тематические зоны, где можно было узнать много интересных фактов из истории, отведать полевую кухню, изучить военные карты и даже подержать в руках оружие прошлого столетия. Интересный образец винтовки «Покры» СВТ-40. Это полуавтоматическая винтовка, подобной воевала наш знаменитый снайпер Павлюченко, 10-зарядный с отзывкающим магазином. На начальный период войны очень много таких винтов было в пограничных войсках. И при обороне Брестской крепости плотность огня наших бойцов была такова, что немцы думали, что у каждого советского солдата пулемет просто-напросто. Многие хотели пообщаться с ветеранами и лично поздравить их с праздником Великой Победы. По дороге, когда нас отряд гнали в Германию, по дороге где-то около Смоленска напали наши партизаны. Часть пришла, освободили, часть, кто смог, убежали в лес. Ну, мы тоже так же, мама была молодая, было ей 24 года. Подобрали нас партизаны. И потом уже, когда освободили Вязьму, потихонечку добирались к Вязьму. Завершилось торжественное мероприятие ярким концертом, который подготовили ученики местной школы специально для почетных гостей, ветеранов. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».